Бельчан призывают принять посильное участие в реализации социального проекта. Речь идет о строительстве приюта для бродячих животных. С этим обращением в рамках программы «Лицом к лицу» на телеканале БТВ выступила начальник Бельского управления здравоохранения Феодора Радюкова. Я должна буду обратиться ко всем тем людям, которые меня знают, те, с которыми я много работала. Это мои бывшие студенты, которых я готовила в медицинском колледже, которых всего 30 выпусков. Я надеюсь, что они меня услышат. Все мои друзья, все мои знакомые, я обращаюсь к вам с просьбой о помощи, помочь нам продвинуть этот проект. Потому что поймать собаку, привезти, простерилизовать – это правильно. Но нам обязательно на этот период нужно найти еду для этих животных. Поэтому мы обращаемся к вам всем. Я лично с просьбой, чтобы все желающие и небезразличные душой к этой проблеме просто-напросто вносили какие-то свои пожертвования в виде сухого корма или, допустим, баночного корма вот этой ветеринарной службе для того, чтобы у них был какой-то запас еды, чтобы они могли кормить этих животных. Поэтому специально для сегодняшнего эфира я подготовила, чтобы не было вот этих разговоров, что берутся деньги, куда-то они уходят. Специально подготовила листы, которые я ставлю на телевидение, потому что в моем понимании любой человек, живущий в нашем городе, должен быть в душе волонтером. Он обязательно должен что-то сделать для этого города. Поэтому телевидение я попрошу, чтобы оно приняло активное участие по сбору определенных средств, которые желающие люди захотят принести. Я оставлю здесь список, где вы можете записаться, написать сумму, которую вы хотите оставить, подписаться, написать все свои координаты, где вас можно будет найти, чтобы потом вам сказать спасибо. А те, которые просто захотят напрямую принести в эту ветеринарную службу кормление и еду для животных, можете позвонить. Я оставлю здесь телефоны. Или, если вы считаете, что будет правильнее, мы оставляем здесь также лист, на котором находятся банковские реквизиты, в которые вы сможете просто напрямую положить эти средства. Феодора Вадюкова отметила, что до того, как приют будет построен, в городе начнет работать мобильная бригада врачей-ветеринаров, которые займутся стерилизацией и временным размещением бродячих животных. Буду вынуждена обратиться к жителям нашего города, чтобы они не пугались, когда они увидят... Мы специально обсудили с господином Чуой этот вопрос. Когда они увидят, что будут вылавливаться, отлавливаться собаки, то мы попросили, чтобы эти 2-3 человека, которые будут с ними работать, чтобы они обязательно объясняли населению этого города, что это берутся собаки не для уничтожения, а именно для стерилизации. У них будет обязательно документ, который любой житель нашего города может попросить посмотреть. Это может быть телебеджик, или это будет какое-то письмо. Это уже как решит господин Чула, но который действительно будет доказывать, что этот человек работает именно в этой сфере. То есть я хочу изначально предостереть жителей нашего города, что когда вы увидите машину, потому что я более чем уверена, сейчас начнутся еще звонки, что если собак будут отлавливать, значит, их обязательно будут уничтожать. Нет, это не так. Во-первых, будут работать всего 2 бригады. Фамилии, имя, отчество мы передадим этих людей вам. Вы сможете показать это по телевизору, то есть пустите или бегущей строкой, или как вам будет легче, для того, чтобы город знал, что у нас есть 2 команды, которые занимаются собиранием этих животных, которые в последующем, после того, как процедура будет закончена, будут возвращать этих животных на то место, где их взяли. Здесь нужно поставить обязательно запятую и сказать, что ветеринарная служба, которая занимается этим вопросом, она попросила сделать обращение к жителям нашего города и сказать, что среди вот этой категории стерилизованных животных есть животные, которые могут быть вашими помощниками в доме. Если кому-нибудь нужна собака или какое-то другое животное, кошка, допустим, которая тоже попадет на стерилизацию, нужно подойти и просто попросить вам дадут такую собаку. Эта собака уже не принесет вам потомство. Эти собаки, они, был мне задан вопрос, но они же станут более агрессивны. Нет, они не становятся более агрессивными, это обычное нормальное животное. В Бельцах весной планируют начать работы по строительству приюта для бездомных животных с ветеринарным пунктом для их стерилизации. Объявление во время прямого эфира в Facebook сделал мэр города Рената Усатый. Он заявил, что уже оплатил проект, стоимость которого превышает 100 тысяч леев, во избежание бюрократических проволочек. На территории приюта будет действовать ветеринарный пункт по стерилизации животных. Мэр выразил уверенность, что в текущем году проект удастся реализовать и пригласил экономических агентов для спонсорского участия в этом важном для жизни города процессе. Принять реальное участие в судьбах оказавшихся на улице бездомных животных можно, внеся свой вклад в строительство приюта. Денежную помощь можно перечислить на следующие банковские счета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова